Деликатес Из ледовитого океана Во-первых, это не ледовитый океан, а северный ледовитый океан, как мы знаем Кроме того, в северном ледовитом океане ледяную рыбу не ловят За последние годы российские рыбаки прибавили На протяжении последних 5 лет Они добывают в среднем 4 миллиона 200-300 тысяч тонн рыбы Почему рыболовы уповают на санкции вместо того, чтобы завоевывать рынок? Это вопрос к чиновникам, которые расположились в замечательном особняке на Рождественском бульваре в столице И палец о палец не ударяют для того, чтобы реализовать вот эту насущную потребность Крупнейший рыбохозяйственный холдинг «Пасификандус» Избавился, почти избавился от активов И ушел, так сказать, потому что убедился, что рыбу из России по-любому привезут перерабатывать в Китай Еще раз подчеркиваю, отсутствие правил рождает чиновничий беспредел Закон два года назад президент подписал, но он не начал работать Нет нормативно-правовой базы Да и тот закон, который уже принят, нуждается уже в поправках Поэтому правил нет на рынке Новый способ доставки нелегального товара изобретен в Хабаровском крае Местное ритуальное агентство решило перевести в катафалке партию черной икры Браконьеры изготавливают эту черную икру в невероятно антисанитарных условиях Там можно обнаружить и кишечную палочку, и бог знает еще что В данном случае мы в прямом смысле в гробу видели эту черную икру Только на оформление ветеринарных документов, на лабораторные исследования и так далее В течение года российские рыбаки тратят 30 миллиардов рублей 30 миллиардов рублей Слушайте, вот уберите, вот уже 30 миллиардов помощи будет, понимаете? Понятно, да, намерение чиновников поддержать судостроение Но почему нужно ради одной поддержки одной отрасли губить другую? В данном случае, так сказать, рыбную отрасль Однозначно это ведет к разорению почти половины компаний в отрасли Порядка 750-800 компаний точно разорятся К названию должности руководителя Росрыболовства добавляется еще и заместитель министра сельского хозяйства Собственно, это и сделано было для того, чтобы оперативнее принимать решения Оперативнее согласовывать документы Отрасль живет в очень активном, стремительном даже, я бы сказал, режиме Поэтому целый ряд решений, целый ряд документов требует оперативного принятия, оперативных решений Реструктуризация, обратите внимание, я еще раз подчеркну Заключается в том, чтобы в едином регуляторе сконцентрировать весь рыбохозяйственный комплекс страны И рыбопереработку Сейчас функционально Росрыболовство за это не отвечает Если Кожемяка и Грев, которые подписали это соглашение о создании рыбной биржи, ее реализуют Я им вообще рекомендую сразу подать заявку на Нобелевскую премию Потому что еще ни одной рыбной биржи в мире не существует Почему? Потому что, так сказать, рыба это не биржевой товар Редактор субтитров А.Семкин